Привет, друзья! Данный ролик должен помочь вам разобраться, как начать играть на данном проекте. А именно, какие необходимы моды, ведь у нас проходят три разных режима игры, и у каждого режима своя сборка. Далее настроим связь, почитаем правила, и на этом все, ты готов к бою, Старина! И первое, что необходимо, это сама игра Arma 3, которая должна находиться у вас в библиотеке Steam. Также, если вы собираетесь играть в режиме ТВТ и Ветеран Мод, советую вам приобрести дополнение Apex, так как с этого дополнения используются материалы, и без них во время игры у вас будет постоянно выскакивать надпись, что данного дополнения у вас нет, и необходимо его приобрести, и это сообщение будет мешать вам играть. И еще, с недавнего времени на ТВТ крайне редко используются дополнения с контакта, а именно это использование карты Livonia, поэтому, чтобы полноценно насладиться игрой именно на ТВТ, лучше бы, конечно, иметь эти два дополнения, контакт и Apex. Так, приступим к установке модов. Для этого нам понадобится программа Arma3Sync. Запускаем любой браузер, нам нужна строка поиска. Так, и вбиваем Arma3Sync. Хотите вместе, хотите раздельно, но вообще все равно. Тут можно воспользоваться сайтом либо armagolic.com, но так как он не всегда работает, можно воспользоваться сайтом Богемии. Значит, на Armagolic еще раз нажимаем на ссылку, вот эту вот листаем в самый низ, где написано «Click to download», вот, и он падает в папку загрузки. Все то же самое можно сделать на форуме Богемии. Перейдя по ссылке, нажать тут ссылка для Windows. Вот, то же самое. Она падает в папку загрузки. Запускаем, устанавливаем, и получается у нас программа должна выглядеть следующим образом. Вот она программа, и в этой программе нам нужно всего лишь навсего две вкладки. Это вкладка Addon Options и вкладка Repository. Значит, во вкладке Addon Options нам необходимо добавить путь, куда будут устанавливаться моды. И мы рекомендуем вам два пункта. Первый пункт, чтобы моды качались все именно туда, где у вас установлена игра Arma 3. То есть вам необходима папка Steam, далее Steam Apps, сорян, come on, Arma 3. И второе, что необходимо, что рекомендовано, чтобы весь путь собережал именно английские буквы. Так как программа плохо воспринимает другие языки, и может быть так, что зайдя на сервак, вас просто выкинет. И выкинет из-за того, что тут путь, допустим, будет, да, то есть вот после D у вас будет написано там какие-то мои игры, игры, там, все что угодно. То есть что-то где-то будет присутствовать, и на это программа, она просто может не понять этого. То есть оптимальнее всего, чтобы было именно путь на английском языке. Вот, то есть как вот, допустим, у меня идет диск, потом Steam, Steam Apps, Come on, Arma 3. Нажимаем открыть и переходим во вкладку репозиторий. Значит, нам нужен теперь сайт красного медведя. Да, Redbird Community. Значит, допустим, вы решили поиграть в Iron Front. Тут можно двумя путями воспользоваться. Либо зайти на форум в вкладке Iron Front, либо кликнуть прямо на новости об этой игре. В принципе, все равно. Что так? Заходите информация, инструкции. Тут у нас получается установка мода. Вот здесь расписано все, сейчас я это все объясню. Либо тут. Тут получаются у нас новости, и вот необходимые моды. Тут нам нужна ссылка, чтобы скачать модификации моды. Копируем ее. Хотите так, хотите через копировать. Переходим во вкладку репозиторий и добавить. Вставляем ее в первую строчку, нажимаем импорт и окей. Вот он у нас добавился. И заходим на него. Тут получается нужна шестая вкладка. Connect to Repository. Нажимаем на него. И идет чекинг аддонов. Значит, какая проблема может быть у вас на данной стадии? Вот этот чекинг аддонов может зависнуть. То есть он сам по себе идет какое-то время. Но если он у вас полностью завис, вам необходимо обновить Java. Переходим в строку поиска. И так по-русски прям вбиваем Java. Нажимаем ok, enter. Переходим на сайт java.com. Тут нам необходимо вкладка загрузить. Далее вкладка автономные установочные пакеты. И все загружаемые файлы. И так как у большинства из вас в 95% случаев стоит 64-разрядная версия Windows, вам необходима именно вот эта ссылка. Нажимаете на нее. У вас получается в загрузке падает файл для того, чтобы обновить Java. И после закачки ее кликаете два раза и обновляете. Конечно, рекомендую обновить, перезагрузить компьютер после этого. Но можно и попробовать не перезагружать. Смотрите, если у вас не 64-разрядная версия Windows, вам нужно необходимо воспользоваться вот этой ссылкой второй. Все то же самое. Загрузили, обновили, перезагрузились. Запускаем опять Armatrissing. После чекинг аддонов у вас появляются 5 пунктов. В принципе, вот они есть, что необходимо скачать. Значит, у нас получается IronFront использует 3 капа и 2 RBCIF. Смотрите, как видите, RBCIF качается только с репута. Поэтому мы их и качаем. Мы тут ставим галки и нажимаем на запуск. Ну, так как они у меня скачаны, он их качать не будет. То есть, и видите, они у меня скачаны, поэтому они у меня помечены сереньким. И они не выделены красным и не выделены восклицательным знаком. То есть, допустим, если у меня там каких-то файлов не хватает или их полностью нет, они будут выглядеть тоже так же. На них будет стоять восклицательный знак и они выглядят красным. Но если у вас все установлено, все обновлено, то они выделены черным и все ок. Смотрите, капы мы качаем со стима. Их отсюда качать не надо. Мы заходим, получается, во вкладку. То есть, вам нужно выделить арму 3. Вот, вам нужна вкладка мастерская. Прямо смотрите, с сайта прям так и копируем. Capture and Core. Скопировали. Ставили. Нажали на поиск. Вот он. И вам нужно подписаться на него. Появится вот плюсик. Он у меня подписан, поэтому его нет. Видите, галочка стоит. Нажимаем на плюсик, и он падает в загрузке. Все та же самая мы проделываем и с Terrain Maps и Terrain CVA. Смотрите, данные моды падают в другую папку. Поэтому Sync их не видит. Он ссылается на эту ссылку. И из-за того, что вот эти капы качаются в другую папку, он их тут не видит. Но, говорю еще раз, они у вас скачаны. Все, не переживайте. Отсюда качать ничего не надо, кроме вот этих двух RBC. Как это выглядит на деле? Вот он путь до армы. Сюда у вас упали два RBC if. А капы у вас скачаются в workshop. Смотрите, если у вас этой папки нет, вам нужно нажать на вкладку вид. Далее нам необходимы параметры. Изменить параметры папок. Тут переходим во вкладку вид. Листаем в самый низ и показывать скрытые файлы и папки. Нажимаем ОК. Надеюсь, все не очень быстро говорю. Смотрите, просто ставьте паузу и повторяйте все то же самое. У вас появляется папка воркшопа. И вот они, вот сюда у нас упали три капа. Все. В принципе, вы готовы. У вас есть необходимые моды для того, чтобы играть в Iron Front. Но, если вы хотите еще играть, допустим, в ATN Games, то же самое. Кликайте на новость. Как поиграть? Кликайте. И тут сборка. Все то же самое. Тут уже необходимо шесть модов. Смотрите, капы уже есть у нас. То же самое. РХСы качаются со стима. Также копируем. Заходим в стим. Вставляем сюда. Нажимаем на поиск. И вот он появляется. РХС. Юсав. Также подписываемся. Все точно так же делаем с РХС. Ну, поняли. Ну, вот. И то же самое в ATN. Его качать с программы не надо. Его можно скачать со стима. Тут так и пишем. Ветеран мод. Enter. Вот он падает. Ветеран мод. Подписываемся на него. Значит. И, ну, самое главное, не рассказал, что нам нужна ссылка. Получается. Копируем ссылку. Идем во вкладку. Репозиторий. Это можно закрыть. И добавляем ее. Все то же самое. В верхнюю строчку. Импорт. Ок. Так. Наврал. Это мы качаем РХС. Нам нужно скачать РБЦ Брутал. ТВТ. ТВТ попозже вернемся. Вот. РБЦ Брутал. Копируем ее. Нажимаем плюсик. Импорт. Вот он. Брутал упал. ТВТ пока не трогаем. Заходим на Брутал. Опять же, он проверяет все. И смотрите. Капы мы скачали со стима. РХСы тоже со стима. И ВТН мы скачали со стима. Вот они будут находиться в этой папке. Вот они капы. Вот они РХСы. И вот он ветеран мод. Все. Нам их качать не надо. И из-за того, что тут в addonoptions у нас путь именно лежит до армы 3. Он эту папку не видит в воркшопе. Поэтому он их показывает, что как будто они не скачены. Но они нам и не нужны. Мы качаем только РБЦ Брутал. Вот. Все. Он скаченный. Он обновленный. Поэтому он выделяется. Опять же, когда выходит обновление именно на РБЦ Брутал, он будет здесь выделен красным. Вот. И возможно будет стоять восклицательный знак. Все остальные обновления КАПы, РХС, Ветеран мод, они в стиме качаются автоматически и вам ничего делать не надо. Все. В принципе, к игре вы тоже готовы. И то же самое вы делаете с ТВТ. Вот. Заходим в любую новость о ТВТ играх. И тут у нас получается у нас идет установка модов. Нам нужно получается вот эта вот ссылка. Так как я ее уже вставил, она нам не нужна. Но, в принципе, делать все то же самое. Импорт. Окей. Вот она падает ТВТ. Заходим на нее. И здесь, смотрите, то же самое. РХС вы качаете со стима. Ну, если вы до этого качали, уже не надо. Каптер Рейнс вы тоже качаете со стима. Тоже не надо. получается, вам здесь нужно будет качать эти два мода. А, сейчас я посмотрю, кстати. Просто, видите, как в новости, у них здесь не указано, что, типа, можно со стима скачать, что нельзя со стима скачать. Поэтому, ну, вот точно РХС есть в стиме. Все то же самое, ребятки. Прям, прям так дописывайте, качайте. И капы тоже качайте. Вам выходит, нужно скачать вот эти два мода и вот эти два. Еще вот это вот. Все. Капы не трогаем, РХС не трогаем. Вот эти пять качаем. Видите, так как я в ТВТ не играю, они у меня выделены красным. И вам нужно будет начать, типа, начать закачку. И все, закачка модов пошла. Смотрите, во время проведения игр скорость может быть маленькая. Поэтому лучше всего качать с утра или днем. Вот. Но если скорость маленькая, то скорее всего в это время проводятся игры и автоматически администрация скорость понижает. надеюсь, все доступно объяснил. Все ссылки на моды, которые качаются со стима, я буду прикреплять к описанию. Ссылка на Armasync прикреплю к описанию. Обновление Java прикреплю к описанию. Все буду подкреплять ссылками к описанию. Что непонятно, пишите в комментарии. но надеюсь все объяснил доходчиво. Все, с остановкой мода мы покончили. Это, наверное, было самое сложное. Теперь сейчас приступим к установке TeamSpeak и его настройке. После установки модов нам необходимо настроить связь. Для этого сначала нам нужна программа TeamSpeak. В строке поиска так и прям вводим. TeamSpeak Переходим на сайт teamspeak.com вкладка Downloads и тут выбираем. Опять же, если вы используете 64-разрядную версию Windows качайте ее. Если 32-х, то ссылка выше. Сейчас проделаю все вместе с вами. Все заранее удалил, подготовил. Программа установилась, упала в пахку загрузки. кликаем на нее. Идет установка. Сейчас все покажу, расскажу. Жмем далее. Листаем соглашение вниз. Тут уже сами выбираете для себя установить для всех пользователей. Путь у меня немножко другой. Путь у меня на SSD лежит. Так, да. Автоматически он папку сам не создает, поэтому надо бы создать и установить. И необходимо первый раз его запустить. Получается, мы принимаем опять соглашение и жмем продолжение. Так как у меня уже аккаунт свой есть, его, в принципе, можно не создавать. Но так как он у меня есть, я туда зайду, потому что там все сохраненки и, в принципе, это очень полезно, если у вас там много всевозможных групп каналов. Вот. И вам очень важно быстро переключаться. Первым делом, что надо сделать, это пойти в инструменты, в параметры и во вкладке уведомления нажать, выбрать Sounds Deactivated. Потому что женщина, которая там говорит, будет вам постоянно твердить о всевозможных событиях и будет очень сильно вам мешать. Вот. Нам это не нужно, поэтому мы выбираем Sounds Deactivated. Нажимаем. Ок. В принципе, можно было не нажимать. также мы здесь, ну, все настраивайте сами. Вот. Здесь в устройствах воспроизведения выбирайте свои, там, что у вас, динамики, наушники. Сохраняем в записи. Вам нужно будет тоже выбрать свой микрофон. Вот. У меня идет функция активации голосом. Получается, можно потом будет задать параметры. в общем, сами смотрите. Кнопка разговора. Любую кнопку задаете, нажимаете, говорите, хотите постоянную трансляцию, хотите активации голосом. Все к вам, как вам удобно. Теперь нам необходимо установить плагин. Плагин для TeamSpeak 3, с помощью которого и происходит все общение внутри игры. Значит, открываем опять строку поиска и так и пишем. плагин. Прямо по-русски можно писать. Arrowhead TeamSpeak. Можно там вообще по-разному что-то не дописывать. Нам нужен именно сайт radiotasksforce.ru и прям тут и нажимаете скачать рацию. Не пугайтесь, загрузка идет. Смотрите, я ссылку на это все оставлю. Также добавлю вот этот файл на Яндекс.Диск, если вдруг чего работать не будет. Бывает все по-разному, поэтому не пугайтесь. Вот. Открываем данную папку и нам тут можно это извлечь все в принципе сразу. Нам, потому что тут нужен будет только один файл. Вот он. Именно вот этот. Как это выглядит? то есть в папке TeamSpeak нужный Task Force Radio TS3 плагин. Копируйте, вырезайте, делайте, что хотите. Нам нужно закрыть TeamSpeak программу, если он у вас открыт. и там, где у вас установлен сам TeamSpeak, то есть у меня этот диск, программа, TeamSpeak 3, прямо сюда его вставляете и двойной клик. Нажимаете Install, да, да, там установка она буквально секундная, даже может он ничего не написать. И запускаем TeamSpeak. Вот. Хотите с рабочего стола делайте, хотите тут. Заходим в инструменты, параметры, аддоны. И вот он у нас появился. То есть до этого до этого его в параметре, его во вкладке аддонов не будет. То есть вот эти вот менюшки будут, его не будут. То есть после установки у вас должно быть все то же самое. что нам нужно. Заходим. Можно опять же зайти в любую новость по игре. Тут у нас есть ссылка как залогиниться именно в TeamSpeak. Вот адрес TeamSpeak сервера. Хотите название выделяйте, хотите IP выделяйте. Тут же есть пароль для входа. Жмете подключиться. Сюда вставляете либо здесь получается либо IP либо название. Тут будет пароль окей-окей подключиться. Но он у меня тут сохранен уже. Я захожу. И если вы играете одиночком, вы не знаете кому идти, то вам если вы играете в режим Iron Front сейчас наверное программу сверну до привычного мне окна. Вот. Если вы играете в ТВТ, вам нужно переходить в одиночки сюда. Если вы играете в Iron Front, одиночки сюда двойным кликом. Если играете в ТН, переходите в ТН. И далее, как основные отряды рассадятся, придет администратор либо кто-то из отряда и скажет вам куда садиться. Смотрите. Ну, тоже как можно проверить, что у вас установлен плагин, можно пойти либо в параметры аддоны и тут его увидеть, либо просто нажать на свой ник и он тут тоже будет писаться Task Force статус. Просто допустим, если у вас его нету, он не обновлен или еще что-то, у его здесь не указан. То есть у вас этот модуль не подключен и полноценно вы поиграть не сможете. Вам нужно все настроить. Заходим в аддоны и выключено. И все. Он сейчас должен появиться. Вот он появился, все работает. Смотрите, бывает так, что из игры вас выкинуло, выбило TeamSpeak, вас выкидывает получается опять на начальный этап. Чтобы войти в комнату, не нужно никуда ломиться здесь внизу. Заходите просто в инструменты, туда же в аддоны и просто нажимаете загрузить заново. Все. И он вас перекидывает обратно на сервак. Значит, с этим мы, получается, с вами разобрались. Так, ребятки, смотрите, после того, как мы все установили, моды, TeamSpeak, все, вы заходите в игру, что вам необходимо. Нам нужен лаунчер армы. Первым делом, что необходимо сделать, зайти во вкладку Battle.ly, отключить его. Далее нужна вкладка моды. Если мы играем, если мы играем, допустим, на VTN, вот. Тут у нас сборка модов идет. Мы эти моды скачали, в принципе, название есть, как в самой вкладке Armasync. тут посмотреть, что нам нужно. Нам нужно тут получается Caption Rain Core и Rain Maps. тут мы добавляем добавить локальный мод и идем в путь, куда мы их устанавливали, то есть во вкладку Army. Если мы качали с воркшопа, то в вкладке воркшопе не лежат, то есть выделяем, добавляем их в выбор папки. Если через репоситорию мы что-то докачивали, то выбираем здесь. Значит, у нас что идет? Сейчас прям будем все подряд смотреть. У нас там идет два капа, это Terrain Core и Terrain Maps. Они у меня уже добавлены и выбираем Terrain Core и Terrain Maps. Дальше у нас идет два RHS USAV и AF RF. Мы их также добавили через локальный мод. они USAV AF RF. Добавить, добавить. и у нас идет VTN и Brutal. Смотрите, ветеран мод мы качали со Steam вот он и Brutal. Вот он так и называется RBC Brutal. Смотрите, добавлять можно в любом порядке, вообще не обязательно. Капы могут быть внизу, здесь можно в разброс. И чтобы этот пресет сохранить, прям так и заходим сюда. Сохранить как? И так и пишем. Вот мы играем на ветеране. Пишем ветеран плюс. Все, они сохранены. Играем мы в IronFront, допустим. Тут у нас идет три капа и два RBC IF. Смотрите, нам нужно три капа. Это у нас Core, Maps и CVA. И два RBC IF. это у нас идет IF получается мод pack и IF IF OFF. А, есть event мод pack, но мы его играем раз в год где-то, поэтому он сейчас не нужен. Если будет у вас скачан, пусть лежит, не трогайте его. Также у нас есть моды на звуковое оформление. Их как можно использовать, так и нет. Поэтому вы можете их добавлять, чтобы они были. либо не добавлять. То есть тут на выбор. И то же самое. Сохранить как? Iron Front. Ок. Все. Смотрите, когда вы играете Iron Front, ветеран мод, ТВТ, у вас должны быть только те моды, которые написаны вот тут. Сборка 6 модов. Iron Front, сборка 5 модов. И названия только такие. Ничего другого добавлять не нужно. Иначе вас просто не пустят на сервер. Будет ругаться. Только вот эти моды. Должны галки стоять только на тех модах, которые прописаны. И батавай должен быть отключен. Тоже из-за этого вас не пустят на сервер. Вот так. И все. Далее запускаем игру. И уже с вами обсуждали, что в новости указаны айпишник, айпишник сервера. Тимспик мы уже зашли. И в игре именно через подключиться встанавливаем айпишник. Айпишник и порт. То же самое ветеран мод. Как поиграть. Здесь немножко айпишник. По другой ссылке то же самое. Тимспик у нас есть. Айпи на сервер. Вот он айпи. И постоянный пароль для входа на сервер 2020. На Ironfront вас не пустят, потому что сначала пароль дают только ротационным отрядом. Как только вы войдете в отряд, вам там уже пароль скажут. Так, надеюсь, с этим мы тоже разобрались. Ну что, ребятки, наш с вами путь подходит к концу. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это зайдите, почитайте правила. Это можно сделать по первой вкладке по вкладке играть. В принципе, здесь есть все то же самое, что я вам рассказываю в установке, сборке. Вот. И пункты для новичков и правила. То есть установку можно пропустить. Здесь все то же самое. Вот. И правила, особенно если вы заходите сюда с первого раз, то обязательно зайдите, уделите этому минут 10 где-то и почитайте, посмотрите, что можно, а что нельзя, чтобы не получить какой-то бан за это. Вот. и также для каждого режима игры есть тоже свои определенные правила. Все то же самое я вам показывал, тоже прокликивал. Заходите и смотрите. Вот они правила прям такие конкретные для Iron Front. То же самое для VTN. Там тоже свои правила. Сейчас я найду расписание. VTN. То же самое заходим как проиграть. И у них именно для этого мода тоже есть свои уникальные пункты по поведению во время игры. Вот. Вот они общие словности. То, что можно разрешено, запрещено. Вот все описано. Зайдите, покликайте, посмотрите. И еще бывают выходят обновления. иногда довольно-таки часто тоже заходите на сайт и следите. То есть вот можно наблюдать то, что вчера было обновление у Iron Front. Сегодня вышло обновление на TVT. Все то же самое. Заходите на Armasing и он вам должен показывать, если у вас что-то опять не докачано, уже скачанные моды будут выделяться красным. Если уже обновились, то все хорошо. Просто если вы не обновитесь, то в игру вас соответственно не пустят. Наверное все сказал. Если что пишите комментарии, спрашивайте там, если будут какие-то уникальные ошибки, которые я не сумел охватить, то попробуем вам помочь. И наверное на этом все. И увидимся с вами на полях сражения. Все. Пока-пока. Субтитры Продолжение следует...